всем привет мы сегодня оказались в очень интересном месте это натуральный парк в пенегалоса но также здесь есть гора самая высокая она так называются пенегалоса самая высокая точка в коммунидате валенсиана по мнению местных но википедия сказал что есть повышен но спорить мы с ними не будем в общем сегодня мы пойдем гулять вот так выглядит эта гора высота у нее вроде бы 1800 вот но пойдем смотреть гулять будет тут круто где можно прогуляться посмотрите очень пойдем исследовать здесь вот такая парковка сегодня выходной машины достаточно но вот а дальше проезжать уже нельзя но и людей здесь предостаточно сегодня и вот такие вот красивые виды получается такой лесочек войны и листа пахнет сосновыми деревьями учится это сосны и не такой аромат дает и такая вот от иголок она идет сухой воздух и очень такой еловый очень так приятно в общем сегодня будет очень такая активная прогулка и посмотрим вместе находится недалеко от нашей дачи и очень нам его рекомендовали поэтому мы решили по трупам местным нам рассказали как подъехать сюда лучше какой дорогой лучше ехать потому что google рассказывать конечно очень такие неудобные маршруты и соответственно надо понимать как сюда более-менее добраться адекватно но в принципе мы доехали тут есть еще дальше рут именно хотим на гору примерно идти 6 километров сейчас вверх мы идем дальше и нам сказали что где-то к нему прикидывали что побольше но вот кто уже прошел мы спрашивали что где-то ну часа полтора на два будет идти несложно и очень приятно гулять поэтому идем и наслаждаемся видами конечно очень интересно наверное все написано но проблема в том что это на валенсиана вот примерно находимся мы здесь вот получается показано коммунинации вот мы уже на границе с арагоном есть уже буквально скоро уже арагон вот так же показано животные какая тут флора и фауна обитает . улитки жучки и паучки таракашки летучие мыши птички все это конечно очень классно и здорово и вот указатель написано что 37 но вот ну кого у местных спрашивали они лучше пойти эти дорога она более сложная но она более быстрее вот поэтому но мы трудности не боимся вот такая ту дорога и соответственно пойдем сейчас по этой дороге смотрим как тут и что многие тут ходят с палочками мы конечно без палочек там сзади тоже люди идут собачкой дорожка тут такая себе но очень интересно вот арагон здесь уже пейзажи меняются высота мы проезжали сама большая тысячу писти 50 кажется и будет примерно сейчас мой приблизительно на ниже высоко ну и соответственно еще идем вверх вот какие-то тут указатель вот так вот он будет дорога вот так видимо тут какой-то русло реки такие ну теперь понятно приблизительно почему здесь с палочками чтобы в случае чего опереться можно было было более удобно идти здесь видимо должно быть вода русло реки мостик даже есть но воды здесь нет нужно тех нашли выход взяли себе палочки решили не отставать ну тут пусто и очень-очень красиво очень классно сделано подписаны растения которые здесь растут и получается ну хотя бы и так же есть фотографии если что-то непонятно но по крайней мере по внешнему виду их также можно определить но тропа продолжает нас вот такими камнями удивлять мы нашли ключ мы шли все это время вдоль русла получается дальше нету воды здесь есть можно под землю уходит я могу только предполагать но получается тут вот птички слышно как ключ звенит и такая вот красоте еще вокруг и уже слышно что идут за нами тоже туристы вот видимо фонтан это метров вот три километра наверх вот там вот по всей видимости есть где попить его нам бежит вода и видимо можно попить ну а мы идем дальше есть такой вот указатель мы двигаемся дальше очень классный маршрут по крайней мере пока нам сказали опять же туристы кто уже ходил мы тут периодически спрашиваем у них они сказали что самые сложные это последние 300 метров они видимо самые такие крутые но пока там местами прям в куртку местами вообще спокойно идешь вот здесь также есть кемпинг получается сан хуан до пенегалоса ты сюда подъезжаешь там мы приезжали ой палатки стоят большие прям видимо люди приезжают там не на один день и на одну ночь огромные палатки много машин много людей то есть люди приезжают отдыхают видимо несколько дней ходят по этим маршрутам а тут вот тоже вверх идет более активно в общем здесь видимо маршруты не на один день рассчитаны можно хоть раз приехать погулять хоть остаться в палатке и гулять и следовать несколько дней вот еще углов да черную срывать надо здесь вот можно полакомиться и вот такие препятствия на нашем пути тоже возникают надо переступать вот попадаются кусты съезжим олины но мы с собой взяли вкусный перекус дойдем до точки обязательно съедим здесь такие красивые звуки шумы на деревьев птичек и чуть-чуть моего отбитого дыхания здесь уже все более каменистое ну и 2,4 следующий указатель идем здесь высочайные сосны ну и уже очень много каменистого всего что меняет абсолютно пейзажа как я и говорила интернета здесь нет и получается вот высота уже у нас 1440 то есть приближаемся полутора тысячам высоты ну и вкусные кусты с ежемалиной идем развлекаемся очень здесь красиво конечно столько уже камней столько всего очень классно ну и где-то мы уже все ближе конечно еще не у цели но приближаемся вот у нас снова очередное препятствие впереди получается мы поднялись и тут стало сразу заметно получше дорожка даже можно немного отдохнуть она и ровная не в горку идет и уже не такая каменистая и иногда вот такие вот указатели даже присутствуют ну непонятно кто-то прорисовал явно не туда стрелочку но мы так понимаем что нам нужно повернуть туда потому что тут есть вот такая дорога более спокойная и снова более неспокойная вот здесь такую интересную башню сделали из камней поднялись на такую вот опушку здесь даже есть заборчик указатели разные и сейчас будем определяться куда нам идти вон я понимаю самый верх супер указатель наконец-таки появился еще грибники ходят и мы уже пойдем здесь вот есть указатель на москопе на москопе 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 в общем идем дорога здесь более-менее спокойная и надеюсь уже скоро мы дойдем ну и вот тут вот видно тоже гора и вот тоже видно гору но здесь хотя бы дорога более уже легкая спокойная и можно видите вот сюда даже на машине доехал но там проходили ворота и там можно проезжать но не всем поэтому есть такой нюансик два пути о которых нам также говорили кто уже прошел что вот этот более лайтовый по дороге и наверх здесь более крутой подъем и он более быстрый поэтому пошли по более сложному маршруту чтобы быстрее подняться наверх это другая вершина вот есть значки и ограждения тут сейчас было две дороги мы не знали по какой пойти и увидели перечеркнутый значок вот такой что наоборот не сюда значит по другой чем по другой здесь конечно вот ну прям вверх мы идем в горы тяжеловато камни скользковатые но это более быстрый путь камера конечно это не то но это просто вау просто уже невероятные виды открываются даже вот с такой высоты просто невероятные виды мы конечно еще не уцелим но где-то уже совсем рядом потому что виды здесь захватывают дух здесь можно подняться рома поднимался на его канале тоже будет видео а я не полезу потому что сильный ветер здесь вот такой вот уклон очень-очень страшно виды отсюда просто невероятно получается здесь все можно по кругу посмотреть ох это захватывающее зрелище ну и вот высота над уровнем моря тысяча ветер ну и виды еще и вот вид еще с другой стороны в общем эта вершина сегодня была покорена не знаю насколько все-таки придаст телефон картинку но в живую это что-то невероятное тут виды настолько завораживают что хотелось бы сидеть смотреть и уже никуда не идти но нужно двигаться обратно дорожка тут поначалу не очень такая приятная скользкая но будем двигаться уже в обратную сторону что ж мы уже близки к выходу из леса тут конечно обратно намного проще идти несмотря на то что тоже каменистая дорогах камни но теперь вниз ну тут теперь свои особенности что ж мы уже подходим думаю вот-вот выйдем на парковку если не забуду поснимаю дорогу потому что виды очень-очень красивые и плюс дорога конечно не простая она на постоянных поворотах и там тоже есть такие очень даже крутые они но тем не менее это конечно того стоило местные нам рассказали что еще можно проехать через какой-то населенный пункт но на обычной машине лучше этого не делать лучше это на каком-нибудь джипе или что-то большое проходящее вот конечно же в инстаграме все появится как только появится у меня интернет видео наверно выйдет капельку попозже потому что я всегда успеваю сейчас основное видео выходит только из поездок но оно обязательно выйдет и вы его увидите поэтому не забывайте подписываться конечно же на инстаграм подписывайтесь на канал обязательно рилсы тоже выходят шорты короткие ролики есть также тикток все есть в некоторых площадках быстрее все это выходит поэтому не забывайте подписывайтесь и всем пока увидимся в следующем видео субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok